Перед выходом на сцену, как и у других участников, у Екатерины Макаренко небольшое волнение. Хотя теперь, говорит девушка, лучше уж довериться везению. Она уже по счастливой случайности попала в семерку финалистов этого конкурса. Выбрали меня совершенно случайно, и так получилось, что я заняла второе место на первом этапе. Надеюсь, что все у меня получится. Из домашнего задания для школьников жюри оценивает изобретательность в подаче себя, как личность творческую и разностороннюю. Катю поддерживали и помогали во всем друзья и родители. Вместе с ними разыгрывали небольшую сценку. Готовились мы хоть долго, было немножечко сложно, а когда вышли на сцену, совсем все другое. Пришлось полностью импровизировать, и эмоции просто зашкаливают. Ежегодно управление образования определяет самого лучшего ученика. Однако конкурс за последнее время значительно обновился. С каждым годом лучший ученик должен показать все больше умений и способностей. И что самое главное, когда беседуешь с детьми, им это нравится. Потому что у них появляются новые друзья, у них появляются какие-то дополнительные увлечения, у них появляется стимул быть лидером. Для победителя интеллектуального состязания ценные подарки, сертификаты и самое главное – звание лучшего ученика года. ПОЕСНЯ Продолжение следует...